Видео подготовлено сайтом online.gdz.net геометрии 7 класс, автор Мерзляк, задание 735. Окружность, центр которой принадлежит бисектрисе угла, пересекает каждую из его сторон в двух точках. Докажите, что отрезки, которые отсекают окружность на сторонах угла, равны. Запишем условия кратко и изобразим окружность. Вернее, мы начнем с того, что мы построим угол. Вот, с вершины в точке С обозначим. Проведем бисектрису угла. И теперь изобразим окружность таким образом, чтобы ее центр оказался на бисектрисе. Обозначим центр окружности О. И, как видим, окружность пересекла, ну то есть мы ее так изобразили, чтобы окружность пересекла каждую из сторон угла в двух точках. И тогда обозначим вот точки пересечения со сторонами, с одной стороной А, В, с другой стороной С, Д. И нам нужно доказать, что отрезок А, В равен отрезку С, Д. Давайте это опишем. Ну, опишем так. С, О – это бисектриса угла С. Ну, О – центр окружности. Так, и нам нужно доказать, что отрезки А, В и С, Д равны. Первое, что мы сделаем. Мы опустим перпендикуляры из точки О на стороны угла. Вот О, Х и О, П. Ну, мы знаем, что перпендикуляр опущенный из точки напрямую – это расстояние от точки до прямой. То есть, О, Х и О, П – это расстояние от точки О до прямых С, В и С, Д. Давайте это опишем, что мы провели О, Х перпендикулярно С, В и О, П перпендикулярно С, Д. Но точка О лежит на бисектрисе. То есть, точка О принадлежит бисектрисе СО, а СО – это бисектриса. А мы знаем, что бисектрисе – это геометрическое место точек, равно удаленных от сторон угла. То есть, точка О находится на одинаковом расстоянии от С, В и С, Д. Следовательно, О, Х эти расстояния равны. О, Х равно О, П. Второе. А вот теперь мы соединим точку О с точками В, Д, А и С. И рассмотрим треугольники. Рассмотрим треугольник А, О, В. Этот треугольник равнобедренный, потому что О, Х и О, В – это радиусы одной и той же окружности. Поэтому эти отрезки равны. Получается, что О, Х – это высота равнобедренного треугольника, проведенная к его основанию. А, В – это основание. Значит, она является не только высотой, но и медианой. А раз так, то медиана делится А, В на два равных отрезка. А, А, Х равно Х, В. Аналогично. Если мы рассмотрим треугольник С, О, Д, то в нём О, П – это тоже высота и медиана, и, следовательно, отрезок С, П равен отрезку П, Д. Третье. А теперь мы рассмотрим пару других треугольников. Прямоугольных треугольников А, Х, О и треугольник С, О, П. Эти треугольники прямоугольные. Ну, в первом угол – Х, а во втором угол – П – прямые. В этих треугольниках ОА равно ОЦ, потому что это радиусы одной и той же окружности. В то же время ОА – это гипотенуза первого треугольника, а ОЦ – это гипотенуза второго треугольника. ОН – это катет первый треугольник, и он равен ОП, а ОП – это катет второго треугольника. Тогда у нас получается, что катет и гипотенуза первого треугольника соответственно равны катету и гипотенузе второго треугольника. Следовательно, прямоугольные треугольники А, Ашо и ЦОП равны по катету и гипотенузе. То есть по признаку равенства прямоугольных треугольников по катету и гипотенузе. А из равенства треугольников следует равенство вторых катетов. Второй катет в первом треугольнике – это катет АН, а второй катет во втором треугольнике – это катет ЦП. Но АН – это половина отрезка АВ, а ЦП – это половина отрезка ЦД. Тогда, если равны половине отрезков, то равны и сами отрезки АВ равен СД, что и требовалось доказать. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.